Политика на вопросы о подорожании проезда наверняка придется отвечать и народным избранникам. В Курской области продолжается предварительное голосование, которое определит наиболее авторитетных кандидатов. Затем они войдут в списки от партии власти для участия в выборах в региональный парламент. Одна из площадок на выходных работала во Льгове. Каждый человек должен прежде всего на своем месте делать все возможное от него самого. Тогда, я думаю, будет везде порядок. Кто из этих людей достоин представлять Льговский и Курчатовский районы в областной думе? За голоса борются врач, депутат, два предпринимателя. Каждый идет со своей программой. Это благоустройство территории, это создание рабочих мест, создание производства, а также достойного культурного места, культура массового отдыха. Ремонт и строительство дорог, оказание медицинской помощи, обеспечение чистой водой, благоустройство сел, газификация школ. Вопросов, которые необходимо решать много. Этот округ почти два года был без представительства в областной думе. Тогда избранный депутат возглавил один из районов. Своего человека в стенах парламента курчатовцы и льговцы обрели только полтора года назад. И за это время часть наказов удалось воплотить в жизнь. 18 миллионов привлечь на развитие сети водоснабжения Банчища. Кроме того, по дорогам ряд вопросов был решен. Выделялись средства в объеме 3 миллионов рублей на программу «Чистая вода». В этом году работу продолжат. Предполагается выделить 3 миллиона рублей на ремонт и газификацию домов культуры. Еще 15 миллионов на строительство сельских дорог. Единороссы уверены, такие встречи помогут будущим кандидатам правильно расставить приоритеты в своей работе. Праймерис не делает исключения между селом и городом. Это абсолютно правильно. И когда мы писали положение, регламент праймериса всегда указывалось на то, чтобы ни в коем случае не ущемлялись интересы маленьких населенных пунктов. Имена кандидатов в избирательный список партии власти определятся уже в апреле. В него войдут только те, кого поддержат на этапе предварительного голосования. Тарас Степаненко, Геннадий Воробьев, телеканал «СЕИМ».